Друзья, всем привет! Рада вас снова видеть на своем канале. Для тех, кто впервые у меня в гостях, меня зовут Елена. И хотелось бы сказать, что со мной маленькая Соня, но Сонечка говорит, «Мам, я пошла в комнату, поиграю немножечко, ты запиши пока видео». Ну, я ее послушала и думаю, ладно, буду писать видео без нее пока. У нас сегодня прекрасная погода на улице, просто шикарное, солнышко, светит тепло. Ну, а мы сидим дома. Я пока не пускаю Сонечку на улицу, хотя она очень вчера просилась. Сон говорит, я уже не болею, я хочу. Да, слава богу, насморка сегодня уже практически нет. Немножечко, конечно, с утра нос был как бы заложен, но я закапала ей алоэ. У меня дали нам, так сказать, лепесток алоэ домашнего, и я вот этим раствором натуральным ей закапываю. Сегодня уже практически, практически она спала, не просыпалась, температуры у нас нет. Горлышко, я посмотрела, не красное, оно и не было красным, слава богу. Насморк уже практически закончился. Если будет все хорошо, может быть, уже завтра, если будет тепло, пойдем с ней, наконец-то, гулять. Потому что обещаю тепло уже сегодня. Не знаю, ну, температуру, если честно, не смотрела, но люди ходят уже даже без головных уборов. На улице действительно, мне кажется, жарко. Вчера ленилась целый день, ничего не делали, ничего не снимали, ничего не выкладывала. Единственное, вот, поздравила вас с праздником, друзья. Ну, я не могла не поздравить, записала короткое видео, и все. И у меня, можно сказать, был день лени. Даже на работу вчера не поехала, отменила. Запись, ну, в принципе, в субботу то, что нужно было, сделала. А вот в воскресенье, конечно, пришлось отменить запись. Девчонок перенесла на завтра. Завтра, надеюсь, будет хорошая погода. Быстренько с утра я все дела свои поделаю. И с Сони, возможно, если будет тепло, даже пойдем и погуляем. Потому что нужно уже кое-что покупать хваст. И сейчас я вам покажу, что у нас за окном творится. А за окном у нас, смотрите, какая красота. Я не знаю, видно ли за таким солнцем что-то. Ну, вот народ гуляет в школе, детишки вон тоже гуляют, не спешат домой. Красота в детском садике. Детей не видно, я не знаю. Может быть, сегодня, кстати, опять какие-то карантины ввели. Но вот сегодня детей в детском саду я не видела, чтобы кто-то гулял. Погода шикарная, солнце яркое. Ну, и судя по тому, что дети раздеты и бегают, наверное, за окном тепло. Мы сегодня в Соне никуда гулять не пойдем. Ну, вот даже через стекло очень-очень тепло. Солнце уже греет вовсю. А у меня, друзья, вот такая красотища. Сейчас будет готовиться спагетти. Кипит водичка. Это я показывала уже. Спагетти с твердых сортов пшеницы. Уже закипает у меня водичка. Смотрите, вот такой будет соус у меня к макаронам. Соня попросила сделать что-то вроде макаронов по-флотски. Надеюсь, получится вкусненько. Я сейчас отварю спагетти вот эти. Здесь 6 минут. И потом уже сразу перемешаю вместе с соусом. Добавлю еще немножечко в соус сливочного масла. Чтобы было сливочный-сливочный вкус, как я люблю. Сливок у меня нет. Так бы еще сливки добавила. Но идти в магазин я не пойду. Потому что вчера ходила. Сонечка моя очень сильно переживала, что я ее оставила, ушла. Поэтому никуда не пойду. Сегодня буду дома. Ну что, друзья, у меня вода на макароны уже практически закипает. Сейчас еще минуточку с вами поговорю. И буду уже, наверное, отваривать спагетти. Пасту, как правильно. Ну и позову, наверное, Сонечку. Будем мы с ней уже записывать вместе с ней мукбанг. Вчера, я говорю, оставила ее. Говорила уже, да. Вместе с папой она осталась дома. Пока я ходила в магазин. У нас пятерочка буквально в пяти минутах. Мне нужно было кое-что купить к обеду. И просто-просто-просто муж обзвонился, говорит, быстрее возвращайся. То есть ребенок просто истерит, не хочет оставаться ни с кем. Ни с кем, кроме мамы. А когда действительно болеешь, еще хочется, чтобы мама была рядышком и жалела постоянно. Хотя папа ее тоже очень-очень любит. И очень-очень жалеет ее постоянно. Она как хитрая лисичка. Вместе с ним всегда ведет себя, чтобы папа лишний раз ее пожалел. Ну, как-то так. Жарко на кухне. Я сейчас прикрыла дверь, чтобы не мешать своим. Прям очень-очень, друзья, жарко. Буду сейчас доготавливать наш обед. Соня кушает очень-очень плохо. Последние вот эти два дня она перебаливает. И аппетита у нее нет. Вот кашку я приготовила. С утра попросила на меня каши. Кашу я приготовила. Вот она кашу до сих пор так кушать не может. И то попросила, чтобы я ее кормила. Я ее покормила. Плохо кушает очень. Говорит, мам, сейчас это на мукбанг. Давай, сделай красивый мукбанг. Я с тобой вместе тогда покушаю. Вы знаете, уже последнее время, я не знаю, вот только мукбанками спасаемся. Без камеры она вообще чуть-чуть покопается. Ну, за компанией вместе со мной поест и все. А вот под камеру, если я там, ну, то, что она успеет съесть, камера выключается, она отказывается есть. Причем блюдо, которое она всегда любила и всегда ей нравилось. Ну, надеюсь, сегодня макароны по-флотски, макароны с соусом она любит очень. Надеюсь, что она покушает, друзья. Ну что, а я буду говорить вам до свидания. Желаю вам хорошего-хорошего дня. Ну, наверное, видео уже выйдет ближе к вечеру. Хорошего дня, хорошего вечера. Вообще, хорошей рабочей недели. Надеюсь, она пройдет достаточно быстро. И скоро уже долгожданные праздники. Надеюсь, тепло будет. По крайней мере, судя по прогнозам, тепло наступить должно вот-вот уже, друзья. Всем хорошего, солнечного, позитивного настроения, друзья. Я всех целую, обнимаю. Увидимся на Макбанке. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok